Что касается господина Сноводона, я уже много раз говорил, мы не имеем к этой проблеме прямого отношения. Вот он оказался на нашей территории. Я считаю, что из-за непрофессиональных действий самих американцев, которые его пытались поймать, я же тоже в спецслужбах когда-то работал, зачем они напугали весь мир? Если они уже самолёты сажали принудительно с президентами на борту, то с господином Сноводоном на борту они могли посадить в любом месте. Они напугали все страны. Он прибыл в нашу транзитную зону. Дальше выяснилось, что его никто не принимает. Понимаете, в чём проблема? Если бы они бы не пугали никого, американские спецслужбы, он бы благополучно поднялся, полетел бы в какую-то страну, его по дороге посадили бы, он давно сидел бы уже в Зиндане там, парился в тюрьме. Значит, они всех напугали. Значит, он остался у нас в транзитной зоне. И чего нам делать? Ну, Россия не та страна, которая выдаёт борцов за права человека. На самом деле, у вас реакция такая, спасибо вам за эту реакцию, но на самом деле это правда, это не ирония никакая. Господин Сноводон считает себя борцом за права человека. Он так выстроил свою жизнь. Я даже не знаю, он же молодой парень. Как он дальше будет жить? Вот я говорю без всяких шуток, без иронии, без всякой. Как он будет жить дальше? Ну, вот он у нас сидит пока, дальше что? Но он выбрал сам свою судьбу, понимаете? Мы предоставили ему только убежище, и всё. Он никакой не агент наш, он нам секретов никаких не выдал. Разбойник, мог бы что-нибудь рассказать на самом деле, всё-таки ему бы убежище предоставили. Но он ничего не говорит. Он выдает только по каким-то ему известным каналам, когда посчитает нужным, что-то опубликовать. Вот и всё.